Это слова управляющего директора Международного валютного фонда. Цифровая экономика одновременно обладает функциями зеленой и инклюзивной экономики. Это означает, что она справедлива для микроэкономики, которая участвует в процессах макроэкономики. Трансграничное урегулирование в самое ближайшее время – это часть инклюзивной экономики. Очевидно, что XRP находится постоянно на повестке дня у Международного валютного фонда. Сейчас мы наблюдаем исторические объемы денежной печати. Они получают преимущество от такой печати только во имя того, что хорошо для них. Зеленая экономика, прозрачная экономика, правительственные технологии, технологическое обновление, вся эта великая перезагрузка, о которой вы слышите, нивелируется объемами денежной печати. Они печатают так много денег, что кровоточащие раны экономики от этого хотят перебинтовать криптовалютой. Она говорит о том, что ситуация под контролем на 100%. Но верите ли вы ей? В США цифровая трансформация возглавляется частным сектором. Ее утверждение о том, что США отстают в этом вопросе – ложь. На самом деле они проходят через цифровую трансформацию прямо сейчас. Вот фотографии, на которых мы видим директора Ripple Брэда Гарленхауса, директора Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также еще несколько фигур, которые управляют монетарной политикой всей нашей планеты. Она только что сделала очень важный намек. Глобальная платформа, основанная на блокчейне, где внутренние сети или страны глобально соединены на одинаковых уровнях – это то, что называется интернетом ценностей. Директор МВФ рисует картину технологии блокчейна, и эта будущая платформа будет работать, по ее словам, только во благо. Граждане всего мира будут видеть транзакции, которые проводятся на уровне государства. Более важно, что это стимулирование так ужасно, что все события в мире становятся еще более ужасными. Настолько ужасными, что просто обязаны стать прозрачными. Мы имеем в следующих 12-18 месяцев возможность получить глобальную лидерсию в форме, в форме, что только возможно после большого шокса. Помнишь Бреттон-Уутс? Ну, сейчас наш момент, чтобы реинвентировать, реимагировать мир. Как видите, она не стесняясь говорит, что грядет великая перезагрузка. Для тех, кто не в курсе, Бреттон-Уутские соглашения стали причиной того, почему доллар сегодня – мировая валюта. Мировые лидеры и встретились в Бреттон-Уутсе, чтобы принять решение об этом. Мало кто понял, о чем она говорила. Я скажу коротко и ясно. МВФ поддерживал Рипл с самого начала. Те, кто сидит на бенке, я имею в виду, они сейчас смотрят вот так и вот так. И они говорят, что это может идти, может идти, может идти, может идти, может идти, может идти. Попробуйте их двигаться на бенке и воспринимать изменения. Попробуйте. Независимо от того, какие у вас убеждения относительно пандемии, вот что абсолютно точно. Банки получают преимущество от всего этого. Кризис – это возможности для банков. Далее слова Брайана Брукса, контролера валют в США. До этого он работал на Coinbase. Исходя из этого отрывка выступления Брайана, великая перезагрузка относится не только к криптоактивам. Это глобальное технологическое обновление. Далее. 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 И когда ты делаешь аналитику, это аналитику, а не аналитику. Поэтому, когда я смотрю на это с точки зрения экономической политики, я думаю, что мы думаем, что мы можем просто отключить экономию, и все будет хорошо, когда мы готовы, чтобы отключить ее. Это не будет случиться. Поэтому мы должны принимать экономические риски серьезно. И не потому, что это риск для людей, но потому, что экономия так много о жизни людей, как в медицинской области. Между строк Брайан говорит о том, что есть корреляция между долгом и населением. Когда страна процветает, жизнь тоже процветает. Но сегодня почти весь мир находится в долговом пузыре. Это значит, что изменение долга влияет на качество жизни. Очень важно обратить на это внимание, ведь когда долговой пузырь лопнет, вы сами понимаете, что случится. Они создают правила для банков. Розничные инвесторы в криптосфере просто не имеют значения. Есть правила только для банков. Вот кто во главе. Через несколько недель или месяцев. Через несколько недель или месяцев. Я думаю, что в следующем неделе и несколько месяцев, ОКЦ будет начать говорить о криптое в очень directе ways, начи с тем более простым и развиваться более комплексными идеями. Мы должны сказать, например, что мы думаем о банках, что мы думаем о банках принадлежащих криптоссетях. Потому что, как вы знаете, люди, которые держат крипто, особенно люди, которые держат крипто, хотят принадлежащих криптоссетях и безопасности. Они не хотят их привычки stolen. Historически, банки были самые важные кисточки для других криптоссетях. Он сказал, что пилотная версия. Пилотная версия и исследования – это разные вещи. Он сказал, что-то типа исследования, но все-таки пилотная версия. Не забывайте, Брайан работал на Coinbase, а Coinbase добавляли в листинг только те цифровые активы, которые четко попадали под регуляторные руководства. Имеются в виду цифровые активы, у которых не было проблем, чтобы быть тем, чем они на самом деле не являются. Например, многие подозревали XRP как ценную бумагу, но Coinbase залистил XRP после анонсирования MoneyGram. Думаю, довольно четко понятно, что XRP не был ценной бумагой в их глазах, когда произошел листинг. У Coinbase есть руководство, по которому они заносят цифровые активы в листинг. А значит, исходя из крайнего монолога Брайана, XRP уже может быть использован банками в новой системе, которую они создают. Но насчет биткоина у них все еще остаются сомнения. Should, for example, banks be able to run the reserve accounts for stablecoin projects? Should banks be able to accept deposits in stablecoin? Should banks be able to accept payments of obligations? These are all things that I have to speak to, because, as you said at the outset, I have to administer the national banking system. And then you get to the really interesting questions, like, for the other crypto tokens, for Bitcoin and other things that aren't stable value instruments, what are those things? Are they money? Do they have characteristics of money? Are they kind of like foreign exchange? When banks have a statutory power to deal in foreign exchange, would that include Bitcoin as something banks can deal in? These are really important questions. And for crypto to get into the ecosystem and really be seen universally as a legitimate form of unit of account, store of value, you know, means of exchange, we have to start by answering those questions in the banking system, because for good or ill, that's what our financial system is today. For good or ill, that's what our financial system is today. And so I hope to look at those questions with a careful eye, with expert advice, and we will come out and give clarity to that. And we'll do so sooner than most people think. Это произойдет быстрее, чем большинство людей думают. Быстрее, чем большинство из вас думает. Итак, у вас все еще остаются вопросы? Вы все еще сомневаетесь? Вам все еще это все кажется просто теорией заговора? Международный валютный фонд и управление контролера денежного обращения США одной трансляции, непрямым текстом рассказали абсолютно весь свой план по переезду на новые рельсы, новой цифровой экономики. И не факт, что в их интерпретации она станет лучше. Управляющий директор МВФ Кристаллина Георгиева дала вам небольшой обзор новой цифровой экономики. Она будет построена на честной и справедливой платформе, по их словам. А встречи мировых лидеров будут проходить в интернете ценностей. В это же время Брайан дал понимание, насколько близки США к такой глобальной платформе. А он сказал, что они ближе, чем большинство из людей думает. Мы два друга. Один выступает за политическую сторону вопроса. Райан Загон из Ripple и его команда. Они задействованы в разработке разумной регуляторной политики. Что касается моей роли в Ripple, я больше заинтересован в том, чтобы центральные банки испытывали технологию распределенного реестра и криптоактивы. В чем заключается причина того, что о Ripple и XRP говорят буквально везде? Она заключается в том, что все собираются присоединиться к этой глобальной платформе, о которой говорила Кристаллина, управляющий директор МВФ. Все будут объединены через один программный интерфейс и, скорее всего, Ripple. Все точки на D поставлены. А меня зовут Богатейший Ди. Пожалуйста, помогите распространить этот видеоролик. Он очень важен для всех. Кто не знает, что происходит в этом мире, а происходит то, что нас готовят к абсолютно новой системе. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. Увидимся завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова